Следующее. Мы должны перестать мечтать. Потому что много есть мечтающих христиан, мечтателей таких. Вот когда они исправятся, тогда и я буду исправляться. Вот пускай он сначала изменится, потом я. Это мечта, понимаете, да? Мечта. И мы говорим часто, что это желание, чтобы сказать, он должен измениться. Если он перестанет делать то и то, то и я буду. С другой стороны, как бы это утверждение. Но на самом деле это мечта. Мечта. Но нужно перейти от мечты и начать делать. Мечта. Ну, мечта, мы можем так сказать, тетральное служение, да? Постановку такую сделать. Мечта у нас. Но если не практиковаться, не начинать делать, мы ничего не сделаем. Так же само и мечта. Ну, так вот некоторые говорят. Я член общины. Я член общины. Ну, что ты делаешь? Ну, я думаю, что я член общины. Мечтатель. Перестань мечтать, что ты член общины. Начни делать как член общины. От тебя что-то требуется. И я думаю, что многие из нас, мы пройдем, и надеюсь, все пройдут эти классы и поймут, что мы должны быть просто участниками Божьего дела. И экклезиасты говорят, все, что может рука твоя делать, по силам, что нужно делать? А если ты не делаешь то, что по твоим силам, то это зло. А зло является грехом. Экклезиасты у нас 9-10. Если больше своих сил, то есть другое местописание. Бог сверхсил не дает. Да, дышите ровно, и проезжаем Анапу. Я пришел к этому моменту, что мы вообще можем перенести на самом деле все. Человек настолько такое творение, что мы все можем перенести. И Павел об этом пишет. В нужде, в холоде, в голоде. Три раза тонул. Ограбили меня. Вот такой как бы. Побивали камнями. Палками били, изгоняли. И после всего, вот тебе и харизматический образ жизни. Вечно гонимый. Вечно преследуемый. Но на самом деле человек может перенести все. Вопрос нашего согласия с тем, что можем перенести. Конечно же, на тебя, если две тонны упадет с 9 этажа кипячей, который неправильно поставили, то тебе, конечно, тоже сможешь перенести встречу с Богом. То есть, сможешь встать перед ним и сказать, Боже, все, все. Представился. Но на самом деле мы можем перенести, как люди можем переносить. Если мы правильно подходим к пониманию, что эта ситуация не просто так произошла. Чаще всего в харизматическом движении за всеми плохими действиями видит большого демона с большими крыльями, который с пятачком еще ржет в свою сторону. Знаете, так вот. И рассмехается. На самом деле, это не так. Ну, как бы сказать, ну, не так. Нельзя винить за все бесов, либо ответственность на Бога. Чаще всего человек себя подвергает каким-то обстоятельствам, самостоятельно попадает в них, но нужно кого-то найти виновного. Если не теща, то сосед. Если не сосед, то уже где-то милиционер, участковый. Если не участковый, то, наверное, точно Бог виноват. Но если же не Бог, значит, черти помешали. Ну, не нужно в момент такие дела. Библия об этом говорит, что мы искушаемся собственной похотью, то есть собственным желанием. Внутри мы хотим. Хочу, 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 хочу. Ай, по рукам получил. Или там даже не получилось. Не надо потом винить Бога в этом. И алчность многих людей привела к их кризису. Например, хочу, хочу, там, как все вот. Берем кредит. Берем, берем кредит. Это можно оплачивать. Да, когда, ладно, там, документы подпишу, возьмем. Как оно будет? Кто виноват в этом? Человек. Сатана, правильно. Как я, ты, леший попутал, да? Ты, типа, какой сатана? Ты собственная похоть. Быть крутым. Как мне, я говорю, пастор, у меня там батарейка села, как бы, сейчас садится там. Он говорит, что у тебя? Айфон. Ну, я говорю, ну, да. Говорит, ну, круто, круто, айпастор. Я говорю, нет, чтобы, типа, Нокио, там, какую-то такую иметь. Нет, он должен айфон иметь. Я говорю, мой айфон, как динозавр. Это один из первых. И думает еще медленнее, чем твой, да, чем твой новый, новый Самсунг или там Нокио новое. То есть, по этой практике, у каждого, как бы, свои представления. О, какое. Но на самом деле мышление должно быть изменено. Нам нужно пойти к действиям. Работа, она должна совершаться в нашей жизни. Но самое интересное, что Бог дал нам, ну, как сказать, устройство. Бог шесть дней, он что-то делал, да, творил. А в седьмой день что? Он пучил. Нам нужно иметь тот же потенциал, который мы можем делать от мечтаний, то есть, от постоянного шаббата, который лежит, что не знает, что делать, перейти к действию. Первый день надо сделать. Это не понедельник. Нет, имеется в виду, для многих, понедельник день тяжелый. Да, говорят, после пьянки, перейти к первому дню. Нет, надо работать, действовать и научиться в Боге отдыхать. Шаббат, конечно, это совсем другое учение, и я к этому еще приду. Я думаю, что вам понравится. Надо необходимо начинать мыслить правильно. Вы писали, думайте, помышляйте, что даст вас славно, что похвала, почтение. То есть, думайте правильно, начинайте смотреть в людях добрые качества. Чаще всего можно найти кучу всякого недостатка в таких людей. Там, ты толстый, ушатый, глухой, красолапый, неуклюжий, глухой, не музыкальный, картлявый, визгливый. И начать всякие недостойности человека увидеть. Но научиться обмыслить правильно, позитивно, как Бог смотрит на нас. Когда вы хотите поссориться с другим человеком, или выговорить ему все приятное, что вы о нем думаете, иметь в виду о другой стороне, вспомните, что за него так же умер Мессия, как за тебя. Он так же у него страдал, даже с его состоянием, с его характером, с его агрессивностью, с его, может быть, негативом. За него так же умер Мессия, как и за тебя. Поэтому ты не вправе наехать на него, потому что тебе так захотелось. Иметь в виду, тебя накрутили. Конечно же, если человек грешит, Бог грешников не слушает, да? Но он милует его, когда тот обращается. Ну, не то, что не слышит, а не слушает. Грешников молитва, она не доступается, не застучится к Богу. Но с другой стороны, когда мы говорим о грешниках, да? Мы считаем, что грешники – это все те, кто безбожники. Да? Или нет? Кто из вас думает, что грешники – это все безбожники? О, великое откровение. Что грешники могут быть и верующими, кажется, в Бога, да? То есть, помните, что за него так же умер Мессия, и что ему нужно искупление, Йом-Кипур. Ему тоже нужно принести свою тшуу, свое покаяние, и чтобы Бог смог с ним работать. Но нужно обличать, уметь обличать в любви. Другими словами, одно и то же действие, которое можно высказать ему, можно сказать, позитивно, либо негативно. То есть, что я имею в виду? Человек разлил воду на ступеньках, да? Можно сказать, вот идиот, ты что, не видел? Что не знаешь? Если нужно нести это по-другому? И наехать в него. А другими словами сказать, слушай, ну ничего, у всех бывает. Давай помогу тебе убрать. Что принесет больше исцеления? Посмотрите, это тоже упрек, да? Тоже, тоже упрек, тоже, тоже, как бы показать ему, что это неправильно было сделать. Но здесь есть выход. Меня всегда смущает пророчество или пророки, которые говорят, пророчествуют, либо, ну как бы сказать, что нужно делать, да? И все. Без выхода. То есть, имеется в виду, оно-то пророчество правильное. Правильное. По сути, это правильное пророчество. Но смущает себя то, а что мне с этим делать? Понимаете, да? Пастырь, нужно стоять в бодрячке. То есть, там ожидается атака. Я понимаю, что делать мне? Так нет, вопрос, я понимаю. Но Бога всегда, послушайте, посмотрите, Писание, да? Он говорит о пророческом действии, что я накажу, или там что-то будет происходить. Но, друзья, говорит, когда придет время, вы воззовете ко мне, я услышу. То есть, он говорит, когда вы будете говорить с вами, когда вы будете общаться, и через время я дам вам выходить, сегодня я вас люблю. И когда мы имеем пророческие дары, или когда у нас проявляется пророческий дар, всегда необходимо просить, Господи, какой же выход? Легко сказать, выставить пророчество. Я честно скажу, это не дурное дело. Начитаться всех пророков, да? И начинать направо, налево, цитирую, Писание, и будет пророческое действие. Да? Вот. И люди подумают, что еще ко всему еще библейским, старославянским языком говорит, и Бог говорит на старославянском людям. Вот так вот. Можно тоже такой вывод сделать. Но на самом деле, Бог, когда говорит простоте, он дает и выход. Он дает и выход. Вот здесь, когда мы говорим, да, человек сделал, разлил воду неправильно. То есть это неправильное действие. Он споткнулся или там специально взял неправильно налево. Знаете, помой эти ступеньки. И как молодежь, у кого нету там воды, налью. Вместо того, чтобы выжать тряпку, да? То есть это неправильное действие. Можно было обличить, наехать на все. А можно сказать, слушай, надо быть аккуратнее. Вдруг кто-то придет старику, поскорнется и так далее. Надо подумать. Давайте я быстро помогу тебе убрать. Я верю, что именно нам необходимо правильно думать. Перевод 4 Псалма, 22 стих говорит так. Будьте внимательны относительно того, как вы думаете. Ибо через ваши мысли выражается ваша жизнь. Это новый перевод Псалом 4. Псалом или притча? Я секунду посмотрю сейчас. А, наверное, притча, наверное. Сейчас притча 4 глава, 23 стих. А ну что, почитайте мне там. Что это? А, вот это у меня, я записал новый, современный перевод. 4.23, там больше всего хранимого, храни сердце, ибо из него источники жизни. А, конечно, понятно, о чем говорится, источники жизни и все. Но современный перевод, он звучит именно таким образом. Будьте внимательны относительно того, как вы думаете, ибо через ваши мысли выражается ваша жизнь. Как говорится, что на уму, на лице, да? Вот так вот. Притча 23.7. Потому что каковы мысли в душе его, таков он и есть. Послание к Ефесянам, оно очень удивительное и очень сильное. Потому что там говорится, кто мы есть в Мессии. Как верующим, людям нужно осознать внутренность своего человека, посадить вместе с Ешуа. То есть, осознать, что мы принадлежим Богу. К Ефесянам начинается первая глава. Павел, волею Божию, апостол Ишуа, Мессии, находящийся в Ефесе, святым верным в Мессии Ишуа. Благодать вам и мир Бога и Отца нашего Ишуа, Машеха. Благословен Бог наш, Отец Господа нашего Ишуа, Мессия, благословивший нас в Мессии всяким духовным благословением с небес. Он сначала восстанет славу Богу, кто Бог есть, что Он для нас сделал. И он говорит, когда Бог все это сотворил, Он в Нем соделал нас благословенным. Так и Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Здесь послание идет к тому, что еще заранее, когда ничего еще не было, Он заранее Бог усмотрел для благословения для всех нас. И чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. То есть, все, что Он будет делать в нашей жизни, Он будет пытаться, чтобы мы проявили все потенциал, который внутри нас на доброе, благое дело, чтобы сделать нас этой невестой, которая в конечном итоге сделает нас достойной Его присутствия. Вы понимаете, да? Люди не смотрят на все обстоятельства, как обстоятельства для изменения. Чаще всего-то, меня обидели, мне плохо, помолитесь и так далее. А надо посмотреть на другими глазами, что эти обстоятельства могут высвать твой потенциал позитива, чтобы сделать тебя чистым. Один из примеров, кажется, почему я делаю один и тот же грех многократно? Разве Богу не противно? Противно, но не так, как вы думаете. Что это значит? Что Бог пытается тебе показать, что я хочу, чтобы ты исправился. И чтобы ты, страдая здесь на земле, проходя эти трудности, эти искушения, чтобы ты научился побеждать и быть другим. Ты знаешь, сладкий торт сладкий. Я хочу, чтобы вы поняли, люди, которые на диете сидят, да? И вот это искушение, хорошие колбасы, торт, это искушение. Им хочется, оно хочется. И вот в состояниях желания многие люди используют это, ну, как бы сказать, чувство, что у него влечение, греховное влечение, уже им плохо, что они не такие христиане и все остальное. Но не само влечение, эту страсть, которая внутри она, а соделанный грех порождает смерть. Вы понимаете, да? И нам нужно просто научиться пленить наши помыслы во Христе Иисусе. Это настолько, как люди, которые на диете. Кто-нибудь смотрел пародию там на двух девушек, которые, ну, с такими губами, как они называются? Блондинки, да, блондинки эти такие, да? Говорят, давай будем худеть. Давай, давай, посмотри, посмотри, там, как бы вытаскивать огромную быту воды. Посмотри, какая-то вода толстая. Такая она противная, ужасная. Не, она очень много калорий, там, знаете, ну, нет. Надо выкинуть ее, там, где, познаете, там, вот берет колбасу, такой, вот, после, какая-то изящная, тонкая. Но искушение, есть искушение, но вопрос, мы никто не избавлен от этого. И Павел говорит, что я не, значит, познал грех, как только через закон. Потому что такой закон выявляет, что это грех. Но я благодарен Богу, что Он, последствием, еще Он избавил меня. Потому что Он посадил меня в нем, как бы, победителя. Понимаете, да? И я верю, что для нас, как висианам, Он говорит, что Он уже заранее так усмотрел и приготовляет нас, как верующих. Верующих людей. Готовит нас. И поэтому мы попадаем в одни и те же обстоятельства, да? Очень часто. И, ну, не выводим из этого, как бы, вывод не делаем из них. И это будет повторяться до тех, пока мы не сделаем правильное решение. Например, нас оскорбили, да? Мы им выговорим по полной программе. Вы думаете, что на этом избавится твой гнев? Нет. Будет еще одна такая реакция. Еще одна будет. И Бог будет показывать, что я не хочу, чтобы ты так делал. Хочу, чтобы ты избавился от этого. А чтобы избавиться, нужно помнить, что у тебя есть новый потенциал, вешу о мессии, новое творение, что ты имеешь власть в себе сказать или не сказать. Высободить или не высободить. Я, честно, это внутри. Кто из вас, будучи женатым, понимает, о чем говорит? Когда есть несогласие и хочется выпустить весь пар. Да, и на повороте зацепить дверь, хрохнуть ею, чтобы все слышали. Чтобы все показали. Если это все хочешь сделать, кажется, ты герой Советского Союза. Ну, вот так вот, да. А смотришь со стороны, ангел сможет, вот идиот. Кому он что-то хочет доказать, понимаете, да? Вот надо смотреть себя с этой стороны, со стороны ангела. И что, кому ты хочешь доказать? Потому что эта ситуация еще раз повторится. Для того, чтобы у тебя этого, как бы сказать, не происходило. И оно будет до тех пор происходить, пока мы не станем совершенными. Уловите, о чем я говорю. Поэтому мы и называемся верующими, чтобы у нас были открытые глаза, у нас открытые глаза, и мы видим ситуацию. Хочется нам меняться? Честно. Мне так не хочется меняться. Но внутри я понимаю, что надо. Как говорится, вот помните, да? Надо, Вася, надо. Хуиньк! Помните, да? Это надо. Но нам не хочется. И самое страшное, что люди ловятся на это, христиане ловятся на эти вещи и остаются жесткими, грубыми. И потом, в конце жизни, ты смотришь на них, и никакой радости у него в том, что он не верит в Вишуа Мессии. Никакой радости приходить в общину. Они говорят, а что там не искать? Там все такие, как бы. Вот такие, как и все. Потому что у него самого жизнь другая, ну, другая. Другая. И он ценит всех остальных со своей точки зрения. И, конечно же, в общине будут стычки, в общине будет недопонимания. Один ногу поднял вот так, в другую сторону. Это не туда, это вправо. Нет, вправо, не влево. Это как мультик «Мадагаскар». Вот посмотрите мультик «Мадагаскар», что это мессианская община? Вот, да. Хотите узнать это все точно? Вот смотрите на все, как в общине, как на этот мультик. Все пройдет. Поверьте, все пройдет. Когда еще будет нас всех, ну, смотреть на нас, мы будем после всего ржать очень громко, потому что там будет весело. И будем ржать со всего того, что происходило на земле. И можно переносить эти несгоды, насмешки, какие-то, может быть, эти все эти вот неправильные вещи. Кто-то неправильно встал, кто-то неправильно сел, кто-то неправильно подвинулся, там что-то не сделал. Это все пройдет. И вот посмотрите на все это глазами Бога. И вы поймете, что вот эти всплески, ненависть или там озлобление, они не стоили того. Абсолютно не стоили того. Реально. Все можно. Нам неприятно. Вот действительно, когда тебя оскорбляют, когда тебе показывают, что тебе нужно делать, и ты не согласен, оно внутри тебя оскорбляет. Оно не дает тебе покоя. Но как верующим людям, рожденным свыше, новое творение, мы должны сразу поднимать другой файл. А как я должен это сделать? А мы же не знаем как, потому что мы не хотим читать Писание. Мы не хотим. Правильно? Мы не хотим. А если мы читаем, то мы не вникаем. А если не вникаем, то нам уже до одного места. Мы можем на духе сидеть постоянно и ни на что не реагировать. Хотя у нас уже такая кнопка в заднице, и болит, но мы все равно как геморроиды, игнорируем все это. Не надо. Друзья, верующие люди, они уже посажены. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Самое величайшее благословение, что увидеть себя в Боге, что на самом деле, то, что мы попали в мессианскую общину, в их церковь, что мы вообще познали Бога, уже какая привилегия, что уже у нас есть в сотое мгновение части, что мы уже в Боге, это будет весело. Представьте, мы попадем на небеса, и там будет целый хоровод. Миллиард людей или больше. Верующих, спасенных, радостных, с разными улыбками и с разными глазами. Кто-то на тебя так смотрит, кто-то на тебя такими глазами смотрит, попал сюда. Как тебе попал сюда? Знаете, там будет разделение. Будут люди, которые, мы будем удивляться, что эти люди вообще попали туда, как они могли попасть. И люди, будем удивляться, что там нет тех людей, которые думали, что надо попасть туда. И самое большое удивление, будем говорить, как вообще я попал сюда? После всего, после всех моих ситуаций, как я мог попасть туда? А очень просто. Мы открываем послание к евреям, и мы читаем, как мы попадаем туда, посредством крови Ишоа Месеи, верующего в него. Мы будем делать ошибки. И Писание говорит, кто крал, фрит не крадит, кто говорил, плохие слава не делает. И говорит, если кто-то и согрешил среди вас, пусть позовут присвятеров, помолятся, исповедаются, и проститься им, будут здоровы. То есть, это очень важная часть в жизни, исповедания, не бояться сказать, слушай, я полная торби, ну вот, как мне выйти? Я могу сказать, не знаю? Как, пастырь, ты ничего не знаешь? Так вопрос, я же не Бог, чтобы все знать. Понимаете, да? Я могу тебе сказать, что я могу помолиться, я могу сказать, что я поддержу тебя, да возьмем пост, молитву, но все-таки от тебя зависит, высоветит твой потенциал, или закопать, лукавым быть, или же бедным. Первое понятие, это наше положение в Мессии. Моя жизнь в Боге. Это, потому что Он нас воскресил с Ним и посадил на небесах в Мессии, дабы явить в грядущих веках преизобилие богатства благодати Своей в благости к нам, в Мессии Ишуа. То есть, действительно, через Ишуа Он являет милость к нам. Нам, конечно, хочется здесь сначала поцарствовать. Кому не хочется здесь поцарствовать, хорошо пожить? Все хотят. Ну, нормальное желание. Нормальное желание. Нормальное желание подольше поспать, как бы, хорошего чая попить, сахара побольше. То есть, не крови, а так вот, чтобы было вкусно, чтобы это приятно, все остальное. Но Петр говорит, временное страдание, то есть, временное состояние, что мы недополучаем, да, у нас должно быть состояние, что там у нас будет все вот так. Вы понимаете, да? Вот так все будет. Однажды Кэтрик Кульман, кто знает, как Кэтрик Кульман, она очень сильно переживала о своем спасении. Имеется в виду, не то, что она верующая, и так далее. Из-за того, что было очень много разных подарков было дано ей, ну, дарили ей. Люди любят это делать. Благословлять тех людей, которые служат, которые служат даром, не даром, а даром. Русский богатый язык с Божьим даром, который даром Богом. И служат люди по вере, да? Ну, это как бы и люди, другие хотят благословить. И ее благословили красивыми платьями, картинами, бриллиантами и так далее, так далее, так далее. И она, в один момент, она очень сильно переживала, получит ли она, не то, что спасение, а награду на небесах. И вместо Писания остановилась одна часть. Помните, когда Лазарь и богач, да, вот, Лазарь в своих струпьях лежал возле дома богача и просил милостыню. И умер. Допросился. То есть, никто не помог. И был отнесен на Луна Авраамова. Также умер и богач. И ее испугала такая тема, как, что, как Авраам говорит, что, ибо ты на земле имел все. То есть, довольны, ты уже получил, ты насладился всем. А теперь для этого Лазаря есть больше наслаждения. Вот это ее испугало, что иногда вот при изобилии подарков, богатства и все остальное может помешать получить наследие на небесах. Вы понимаете, да? Поэтому я вас убеждаю в том, что ваши временные недостатки, которые у вас здесь на земле, может быть, не имение квартиры, либо машины, либо там проезды на метро, или или же у вас белого хлеба нету, питать еще полезнее, или что-то еще там, чего-то не хватает, по вашим меркам, что вам этого не хватает, просто не переживайте, мы все перенесем, мы все перенесем. Очень часто люди, которые покупают какую-то вещь, покупают ее по причине рекламы, рекламируют такой там телевизор, или такую машинку стиральную, или такой холодильник, и нам так хочется его купить, и мы собираемся покупать все, потому что кажется нам, что это как бы круто, это классно, все, но подумайте, кто его видит, кроме тех людей, которые к вам придут в гости. Ну, понятно, что я говорю, нет? У нас квартиры непрозрачные, чтобы выставить на показ какой у нас холодильник, а машинка такая, но мы тратили иногда деньги, а потом, когда мы тратили, думаем, потратили, кому-то надо, можно было подежавле, что я сделал? Потому что через буквально 6 месяцев или через год выйти какая-то новая фишка, и то, что у тебя уже старое стало, никому уже неинтересно, всем это по-новому, и у тебя думаешь, зачем ты так потратился в прошлый раз? Нужно было подождать сезон, и это было бы дешевле. Так же, что касается сестер, которые хотят моду последнего шика и все остальное, оно просто модное сейчас, но оно дорого. Через буквально сезон оно будет дешевле, но да, конечно, оно не модно, но по сути, кому это надо? Понимаете, о чем вы говорите? И я верю, что вот здесь ситуация такая, что Бог позаботится и фактически вот забежать, чтобы у нас что-то было и стараться, что вот Бог не благословил меня этим всем. Ничего страшного, всему свое время. И просто он уже посадил нас на небесах, он уже дал на свое благословение, и он это благословение высвобождает кому-то вот столько, кому-то вот столько. Однажды одна девочка помогала нам по дому, она говорит, Татьяне подарили шубу норковую, но у нас была, ну как бы сказать, она была старого-старого образца. Татьяна у меня дизайнер, что она сделала, у нее были нотицы, она ее покроила, перешила и сделала себе модное пальто, да, вот так вот. И она приходит, а потом у нас были друзья и подарили нам сейчас скажу, конфорочную, ну, плиту газовую, но такую шикарную, такую подарили. И она приходит, девочка говорит, скажите, пожалуйста, а почему Бог одни благословляет вот такими подарками, а других вот такими? Таня спрашивает. но девчонка не знала, что много-много лет подряд мы приготовили пищу, и когда гости приезжали, и все, у нас была старая двухконфорочная газовая плита. Кто-нибудь еще и знает, что это такое? Знаете, да? Кто знает? У кого еще дома есть? Уже нету, да? У соседки есть. Ты слышишь, как она ее зажигает, нет? Мы так делали. Зажглась много-много лет. И у нас холодильник был такой, знаете, когда нужно заморозить, либо он останавливался за заморозкой, либо начинал работать, начинал мы сначала просыпались, что случилось? Кто-то рвется в дом. И так было много-много лет. И мы, когда люди приходили к нам, они ужасались. И многие наши гости говорили, как это возможно? Особенно, когда они хотели идти в ванну мыться, а у нас еще газовая колонка, да? Нужно было тихонько ее включить, там воду сначала, а потом они так газовый ч-ч-ч-ч-ч-ч, понимаешь? Это такое, а было такое, что забывали, они включали воду и там фитиль и такой взрыв бабах. И такие фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Все переказы, они боялись у нас быть. А нам было как бы все равно. И они просто в шоке были, Как мы можем так жить? Для нас это нормально. Образ жизни, да? Никто ни на что не сетовал. Конечно же, потом они ради нашей безопасности кто-то там купил нам эту газовую плиту, чтобы мы не на двух комфортках валили, а уже на четырех и побольше. Им нравилось, как Татьяна делает. Ну, я просто говорю, что мы научились жить, и человек он способен, христианин на самом деле способен жить и довольствоваться тем, что есть. Реально. Если есть что-то купить, он хочет купить, покупай. На самом деле. Но я верю, что эти все вещи должны служить тем гостям, или тем целям, которые Бог имеет для вас. Вы не покупаете какие-то вещи только для себя. Реально вы покупаете для других. Чтобы они не то, что не удивляют, о, как красиво, а чтобы люди пользовались. К нам люди приходят в доме, у нас люди ночуют в доме, у нас лидерский проходит, у нас постоянно, у нас людей куча. Света знает, и Оля знает, и другие знают, у нас куча людей. И не закрывается. Нам летом приезжают пастыра служителя целыми семьями, два этажа забиты и отдыхают. И мы посвятили свой дом полностью Богу. И мы знали, что наш дом будет служить Богу. И мы этого не стесняемся. Я верю, что это нормально, когда оно все служит. И Бог – это мое убежище. Бог – это моя защита. Бог – это мое благословение. И тоже шестая глава офисианов говорит о том, что Бог – мое оружие. Да, Таши? Помните это место? Что это все оружие Божие? Что здесь написано? Облекитесь во всеоружие Божие. Не просто вот это место, а все, что вы там увидите, да, шлем спасения, то есть, евангелизация, оба благовестия, евангелизация, щит веры. Все эти вот компоненты, да, они являются Божьим обеспечением, вот в Боге. То есть, мы посажены в нем, а если мы в нем, то у нас есть наше спасение, наше спасение, наш Бог, да, вера, которую мы считаем, это наш Бог, который мы верим в Бога, да, щит, меч, это то слово, которое Он нам дал, да, и обувь, которая у нас есть, благовестие, которое Он нам дал, это благовестие, свидетельствует о чудных делах Божьих, что Он в нашей жизни делает. То есть, фактически, Бог – это есть наше оружие, мы в нем. Я часто замечаю, что, когда говорят о всеоружии Божьи, божество пасторов имеют такой римский, ну, как бы, солдатский такой, амуниции и все такое, и говорят, вот всеоружие Божье, да, и там мечи, там щиты и все, а я подумал, а с каких вещей они взяли, что-то должно быть именно римское? Ну, что, еврейские войны не были с амуницией? Что, или они были, как всегда, вот эти абонранцы, как с Египта вышли, ничего не приобрели. Да? Ну, вы замечали, нет? А какие были, я задал Вите задачу, найди мне, какие были войны еврейские в это время? Ну, тоже, наверное, что-то были обличены, но нам же, как бы, Рим, власть, владычество, римская католическая церковь и так далее. Как, насколько Рим повлиял на мышление всего христианства? Даже в этом мы видим, что только, почему-то, римский воин победит, да, победоносный. но на самом деле, вот здесь показывается во всеоружие Божие именно в нем, то есть, иначе невозможно, то есть, все, что мы упираемся, это на Бога. В нем мы благословлены, то есть, спасение в нем, Дух Святой, это от него, исцеление и финансовое обеспечение. Я не говорю финансовый успех, я не говорю процветание, потому что, на самом деле, Божье процветание, которое мы имеем, финансовое, или же материальное, оно не в формуле, которое там, ты дал 10, взял 20, и там, как бы, тебе Бог воздаст. Богу воздать ничем невозможно, понимаете, да, вот ничем невозможно ему, как бы сказать, с упреком. Вот я тебе даю 100 долларов, а назад в нем тишина. и у человека будет разочарование, потому что научены, что должно быть из автомата Божьего обеспечения выйти тысячной купюрой. Депозит сделал 100, а туда вышло тысяча. Попадает, да? Неправильное мышление, у Бога так не бывает, невозможно воздать Богу, чтобы он тебя, он нематериально, но он знает по нуждам нашим, что необходимо, и наше даяние Божье, Богу, да, которое мы делаем, это может быть зависимым, ну, сейчас это больше как финансовое даяние, оно, ну, как бы, не взятка Богу, чтобы дать мне хорошее обеспечение жизни, вы понимаете, да? Но это участие в Божьем процессе проповеди Евангелия, обеспечения, для того, чтобы мы были зависимы от Него, и Он, зная, что наше вовлечение, на небезразличное наше община, на небезразличное наше состояние, на небезразличное, что мы делаем, Он выходит навстречу по той жертвенности, которую мы отдаем, вы понимаете, да? И это очень важно понимать, что у Бога нету банкомата, который ты стуккупюрную дал, и тебе выходят тысячи. У Бога так не получается. Но есть большее благословение, и нам просто хочется, чтобы так было. Правильно? Нам хочется, чтобы так было. Я просто, я тоже был такой, знаете, скрупулезный христианин. Мы называли это Святой Доллар. Вот вы просто это не пережили. Это когда церковь была в гонении, в преследовании. У нас делали сбор финансов на хлебопреломление. И каждый христианский вытаскивал там рубль или там пять рублей. Вот это как бы и ложили в сбор раз в месяц. Но тогда и церковь была в гонении. Тогда у нас в церкви не было своих зданий, не было как бы сборов таких. И это все деньги, которые там были. Там покупалось, может, какая-то утварь для провождения хлебопреломления или же свадьбы были. Но и общины были небольшие. Но если там была регистрированная община, то достигало там максимум 300 человек. Это такое огромнейшее церковь. В основном маленькие общины были от 20 человек до 60, до 100 человек и такие собрания были. все. Поэтому нужды не сильно большие. На похороны давались, еще на какие-то нужды такие. Но здесь мы живем немножко другое время. И нам необходимы затраты, на которые нужно тратиться. Потому что нам приятно видеть друг друга. Нам хочется кому-то по зубам постучать. Зубами постучать. Поговорить, пообщаться. Где-то кому-то высказать, что он об нем думает. Либо сказать, что об нем помолились. Но также мы хотим привести людей в общество, где бы их встретили. Я верю, что на центральном собрании лично мое понимание, мое желание, что должно быть все нормально, чинно, приемленно, достойно, чтобы люди, приходя в общину, понимали, что есть люди, которые все в порядке с головой. Но также понимая, что должны быть такие молитвенные собрания и служения как исцеления, освобождения, отдельные собрания. У нас молитвены проходят такие серьезные, с криками пробивать, стоять в проломе. Это другое собрание, немножко другим служением. Конечно же, это как Господь поведет, но это лично мое понимание. Я за то, чтобы люди исцелялись. я против, там, когда молились за людей, начинали их трепать, крики и вызывать милицию или скорую помощь, может, человеку плохо стало. Потому что я помню, даже наша семья, которую искал нашего Кузьма Ивановича, его жена Асада Михайловна, она доктор, она медсестра. Я помню, когда они первый раз пришли к нам в общину и служили, смотрели, что происходит, и я внизу молился за людей, возлагал руки, и люди там падали. Она подходит ко мне, пастырь, пастырь, у них низкое давление, надо иметь, всегда нужно иметь доктора здесь, чтобы они не умерли. То есть люди, многие знают, что происходит, мы с ним нормально, все хорошо. Кто помнит этот момент, когда у нас на служении одна женщина умерла? Кто помнит? Кто помнит? Да, власти Украины, когда у нас служение было, да, аж все перепугались как раз, и потом начали молиться, и человек пришел в себя, потом когда ее, ну конечно мы вызвали скорую, чтобы это все было нормально, ее везут домой, а она потом говорит, а что случилось? И Татьяна, и Татьяна говорит, ну что, вы умерли? Она говорит, и? Ну вы молились? Она говорит, зачем? Зачем? Я так мечтала умереть на собрании среди святых. ну знаете, ну понятно, что нам нам после этого не нужно было в тот момент, у нас как раз 6 месяцев до этого у нас была трагедия в сообщении, многие, может, не знают, у нас было тройное убийство, у нас погибли наши члены общины, это была трагедия, конечно, и конечно же это обстоятельство повлияло на многих людей, перепугались, что-то не та община, дьявол преследует этой трудности, это знак от Бога, что это не то дело, и многие как бы деру дали с общины подальше от обстоятельств, но тогда нужно было все общины первого столетия бежать, Стефана приговорили к смерти, да, и Петра посадили, чтобы вот-вот тоже было умереть, еще там какие-то вещи происходили, нужно было тогда всем переставать быть верующими, но нет, я считаю, что это нормально, пройти-то состоять,